Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и как вы поняли, сегодня абсолютно все мобы станут драконами. И вот у меня уже что-то поднимает воздух, и не просто так. Скорее всего, подо мной находится летучая мышь-дракон, у которой способность поднимать любого человека воздух. И это 100% так, потому что здесь находится шахта. А вон там, вдалеке, я уже вижу эндер-овечек. Они своего рода тоже дракон, и абсолютно все мобы также являются драконами. Вот, например, подойдем к моковечке, я даже не знаю, на что она способна. Так, сподбегаем, ударяем ее, и вроде бы пока что все хорошо, а что будет, если я ее убью? Мне будут осколки овцы, еще и фиолетовая шерсть. Эти осколки нам нужны для крафта супер-новых драконих предметов. Допустим, мы можем с вами сделать вот такую вот драконию землю. И для нее нам понадобятся осколки овцы, осколки коров, осколки кориц и осколки свиньи. Все это нам придется сегодня добывать. А, например, для драконьего посоха нам нужны осколки паука, крипера, скелета и зомби. Эти предметы чрезвычайно крутые и чрезвычайно опасные. Сегодня мы это все с вами увидим. А пока что надеюсь, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. Нет, серьезно, если бы вы это не сделали, тогда я дам вам 5 секунд, чтобы вы это сделали. 5, 4, 3, там свинюха дракон уже ждет. Приятного просмотра. Чтобы у нас все дело очень быстро пошло, предлагаю сейчас сделать нам инструменты. И даже не деревянные, а сразу же каменные. Эх, деревянную кирку все равно придется делать. Раз, булыжник, два, три, четыре, пять. Либо у меня с математикой плохо, либо у меня с математикой плохо. Откуда у меня 10 булыжника? Кирка и топор. Обновка. Такс, думаю то, что овечки нам еще пригодятся, поэтому пособираем их частицы тоже. Благо то, что они вообще безопасные. Чего бы я не сказал насчет свинюх. Такс, мистер свин, здравствуй, что ты делаешь? Эм, меня опять подняли в воздух, там летучая мышь где-то летает. Эх, куда она пропала? Свинюха, ты где? Как же я себя понял, при атаке она телепортируется куда-то. Давайте еще раз проверим. Так, сейчас нет. Да, а вот теперь она телепортировалась. Ха-ха. Вот поэтому нам и нужен топор, чтобы ваншотить их. Сколько в них Б? Э, хватит телепортироваться, я не могу вас убить. Ну же. О, да, получилось. Но с нее ничего не выпало. Корово, привет. Э, 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 вы че чихаете отравлением что ли? Не стыдно вам? Опачки, зато с них падают частицы, то что нужно. Хватит меня отравлять, пожалуйста. Окей, у нас есть 4 осколка крови, уже прекрасно, но мне нужны свинюхи. Ай. Да за что? Да сколько можно? А! Такс, уничтожили и опять ничего не выпало, не повезло. Может быть в этот раз повезет? О, да, я уже вижу эту свиную частицу, отлично. В принципе, мы с вами уже готовы сделать наш новый артефакт. Осколок коровы, осколок свинюхи, осколок овцы. Нет, не можем, нам нужен еще осколок курицы. Такс, курицы, здравствуйте, как вы прикольно выглядите? Ой-ой-ой, они накладывают на меня слепоту что ли? Курочка, Жак, ты что ли? Она еще заспавнила маленькую курицу, что? О, они кидаются в меня яйцами, это самое воплощение зла, я так и думал, даже курочка, Жак, существует. Давай бросаться в меня яйцами, пожалуйста. Все, осколок курицы выпал, шикарно. А вот теперь настало время крафтить. Так, землю посередине и получаем драконью землю. Сложить кучкой для активации. Что, да ладно, она бесконечная? Э-э-э, кто меня опять отравил? Кромоты что ли? Да, посмотрите, она бесконечная. Офигеть, тут даже огонь из фиолетовый стал, тут все взорвалось. Как говорится, в семье не без урода. А ты зачем себе эту маскировку такую сделала, овечка? Вау, фиолетовый огонь очень красивый. Я теперь понял, как работает драконья земля. Нам нужно будет постоянно делать вот такую конструкцию из пяти кусочков этой драконьей земли. После этого отходим, и она взрывается. Вы только представьте, что будет, если мы к дракону пойдем. Где-то здесь неподалеку я видел деревню. И она нам нужна 100%, чтобы увидеться с драконним големом и с драконними жителями. Нам нужно получить их частицы супер срочно. Из них мы с вами сможем сделать элитры. А причем элитры необычные. Ты че, я отсюда бросаюсь, я ж тебя даже не трогаю. Нифига, я тут далеко полетела. Возможно, она пыталась проверить лотерею на лайк. Но они даже не подозревают о том, что работает она только у меня. Еще думала, курочка захотела лайк себе. И вот я уже его вижу. Ну здравствуй, голем. Да ладно. Он заставляет быть таким же, как и он. Он меня замедляет. Но при этом дает мне еще и сопротивление. Слушай, голем, спасибо тебе огромное. А вот и драконьи жители. Вы выглядите какие-то инопланетяне, если честно. Э, что там взрывается? Вы это слышали? Что? Что это? Почему здесь все взрывается? Голем, живи, нет? Точнее, не живи. Выпали, выпали, честное. Это самое главное. Кую железо пока горячо. Согласен полностью. Это ж паук подходит и взрывает что ли все. Так, с благо зомби обычный. А вот что-то с пауком мне теперь очень страшно находиться рядом. Так, жители вроде бы тоже безобидны и слава богу. Хотя вы может быть что-то продаете? Не, все то же самое. Вы не против, если я вам здесь поставлю драконью землю? А то вы там спрятались что-то у себя дома. Ой, вот это нужно убрать. Все, отбегаем, отбегаем, отбегаем. Хорошей, что взорвалось. Э, они выжили, их даже не затронул этот огонь. Не, жители, это вообще не дело. Отдавай мне все свои частицы. Так, у меня один осколок. Голема уже один осколок жителя. Но мне нужно три осколка жителя для того, чтобы я мог сделать элитры. Поэтому давай, житель, не подведи. А, ничего не выпало, жалко. Идем к следующему. Так, салон как раз таки и он. Главное мне самому здесь не сгореть. О, нет, я сгорел. Теперь мне искать мои вещи и тот дом. Там же наверняка сейчас все сгорит. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Пожалуйста, мои вещи. Только не это, где этот дом? Это же он, это же он. Нет, нет, это деревянная жена плита. Она мне вообще не нужна. Почему это огонь постоянно меня поджигает? Паника, 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 паника. Где мои вещи? Ну не могли же они просто взять и сгореть. Итак, три осколка жителя у меня уже есть. Сейчас еще повыпиваю зомби. Будет вообще идеально. Шикарно выпало. И нам остался еще один житель. А вот как раз таки и он. А давай все свои осколки. Э, корова только не отравляй меня, пожалуйста. Эх, ничего не выпало. О, господи. Это еще что? У скелета взрывные стрелы. Как до него тогда добраться? Как его убивать, если у него взрывные стрелы? Где ты? Еще и яйцами все бросаются. Что за хаос здесь происходит? Где этот скелет? А вот и он. Один выстрел просто минус все хп. Это какое-то безумие. В общем-то я все понял. Ночью здесь гулять просто невозможно. Интересно, что тогда делает крипер? А, даже не было задержки взрыва. Он сразу же взорвался. Ты моя последняя надежда, житель. Спасибо. Наконец-то можем с вами скрафтить элитры. Сейчас будет немножко поспокойнее все. Так, забегаем домой. Тебя я уж трогать не буду, дружище. Настало время крафтить. Нам нужны драконии элитры. О да, забираемые. Фиксак, где твои крылья? Так, вот же они у меня. Какие красивые. Эти элитры полностью необычные. Смотрите, что они делают. Мы с вами прыгаем и подлетаем очень высоко. А после этого мы с вами можем летать. И нам даже не нужны фейерверки. Разве это не круто? Вы только посмотрите, во что превратилась данная деревня. Ммм, скелет. И в этот раз не попал в меня вообще. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, скелет. Нет, не взрывай меня, пожалуйста. Как опасно, как страшно. Вот как мне его убить? Это ж невозможно вообще. Может быть подождать, пока он сгорит? Тогда возможно весь лут сгорит с ним. Ах, вообще непонятно, где он. Ладненько, пауки. В любом случае они нам тоже нужны. А, все-таки да и не пауки взрывались. А кто это тогда? Это скелеты стреляли, что ли? Так, скриперы, желательно, тоже не взрывайтесь. Нам нужны частицы с вас. Сейчас мы крипера в ловушку засадим. Крипер, иди сюда. Нет. А, ей вообще пофиг. А вот зомби не очень. Да, 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 все правильно, взрывайтесь. Хорошечно. Вот это было по красоте. Главное мне самому не сгореть. Быстрее в воду. Ух, как это тяжело. Драконий моб, это просто невозможно. Ничего не вижу. Раз. Два. Стоп, выпало. Скелет это не то все-таки, он сгорел. И сразу же три штуки выпало. Теперь я понимаю, почему настолько тяжело его убивать. Еще что-то выпало. Это осколки паука, кажись, были. Так, вон там еще один скелет. Но я думаю, что этого количества нам и так хватит. В общем-то, он взрывает сам себя. Еще два скелета. Во, идеально. Шесть осколков скелета. Все идеально. Теперь посмотрим, что мы с вами можем скрафтить. Так, а это... Это что-то частиц рядом со мной? Это атлетр, что ли? Раньше их не было, кажись. Драконий посох. Только его можно скрафтить. Но есть проблема, нам нужен алмазный меч. Нужно каким-то образом найти где-то алмазы. Ммм, рядом находится пустыня. Можно попытать удачу и сходить в храм. Или же можно спуститься в шахту. Но я все-таки попытаюсь свою удачу. Кто его знает, может быть, повезет. Полетели! Тут ничего не... Хотя нет, золотое яблоко есть. Два золотых слитка. Порох, пускай будет. Песок, возьмем. Нитки, сто процентов. Да... Да ладно, что? Фух, а знаете, что самое интересное? Это находится рядом с нашей деревней. Просто в метре от нее. Теперь я в настоящем шоке. Отлично, делаем алмазный меч. Даже не пришлось в шахту идти. Осколок крипера, осколок скелета, осколок коровы нам не нужен. Осколок зомби, а также осколок паука. И что-то я сделал не так. Драконий посох, грозное оружие, сжигающее всех существ вокруг пламени. Посмотрим, на что он способен. Что это сейчас было? Почему там все взрывается? Как работает этот посох? Подождите, этот посох автоматически убивает всех мобов? Мне даже не нужно наводиться на них. Да ладно? Офигеть! Что это за мощь такая? Это же просто невероятно. Вы посмотрите, мне даже наводиться не нужно. Они все умирают. Это супер крутая штука. Такс, хорошо, идем дальше. Что у нас еще есть? Драконий тотем. Осколок кефрита визора. Гаста и свинозомби. Также мы должны с вами скрафтить драконий меч. Но для него нам нужно будет сделать вот такие вот драконии алмазы. А это осколки эндермена. Это еще алмазы. А учитывая то, что алмазов у нас больше нету, придется отправляться в шахту. Но с таким трезубцем, да, вообще легко и просто. Отличные новости. Я нашел алмазы, но есть небольшая проблема. У меня нету вообще железа. Железо тогда выпало с голема, но, к сожалению, сгорело. Поэтому придется добывать сейчас собственноручно вот эту вот железку. Так, мне бы блок поставить. Главное, чтобы он не взорвался. А теперь полететь туда. О, чуть в лаву не упал. Я чуть не разбился только что. Где моя еда? Морковка, кушаем. А-а-а! Нет, мои алмазы! А-а-а! Как вы надоели! Один кидается в меня яйцом. Другой просто меня поднимает в воздух. Тренер сейчас будет отравлять еще. Стоп, я тут видел вас в лотерею на лайк где-то. Да, яйцо. Не могу понять, повезло или нет. Ничего не вижу, потому что. Так, шах железа у нас уже с вами есть. Еще два переплавляются. Легко наконец-то сделаны. Мы готовы с вами обратно отправляться в шахту. Но я сомневаюсь, что я найду так же те алмазы, которые я только что находил, потому что это было очень долго. Эм, что я сейчас сказал? И учитывая то, что у нас очень страшные и опасные мобы, я предлагаю сделать нам щит. Вот он нам точно пригодится. Так, Сайндермен-то безобидный вообще. Э, куда ты пропал? Ничего не вижу. А, вон он Эндермен. Летим к нему прямо сейчас. Так, стоять. Разрываем его. О-о-о-о! Господи, что происходит? Надеюсь, что мы его убили. Если нет, то это очень плохо. Как резко стемнело-то. Так, окей, нам выпали осколки. Да, я их заберу. Ещё и глаз Эндера выпал. А, места вообще не хватает. Четыре штуки, да ладно? Сразу четыре штуки падает с Эндермена. Это же вообще отлично. Получается, нам нужно найти ещё одного Эндермена. Так, скиллет, давай, до свидания. Всё, мы его убили, шикарно. Эндермены, выходите. Я хочу с вами поиграть. Я себя чувствую сейчас планктоном, который засадил во всех маячок, которыми он может управлять всё это всеми мобами. Если вы помните, такая серия была, где он накормился своей едой и потом управлял всеми. Вот так же и я, на расстоянии управляя мобами. Может быть, здесь что-нибудь есть? Двенадцать штук. Три эндер-жемчуга. Так, ааа, тихо-тихо, не гори, не гори, не гори. Всё, улетаем отсюда. Нам нужно сейчас возвращаться обратно в шахту. Вход был где-то здесь. Пожалуйста, хоть бы я нашёл те алмазы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда-куда-куда? Подорви здесь, пожалуйста, всю эту воду. Беги-беги-беги-беги. Ух. Эм, и в итоге ничего не подорвалось. Так, ещё одни алмазы. Слава богу, те я не нашёл, зато нашёл эти. Ааа, здесь чешолицы, здесь чешолицы, здесь эндер-жеми. Аааа. Ещё одно новое испытание. Раз у нас эти бесконечные блоки, то главное не ставить крест. А то здесь всё взорвётся сейчас. Так, добываем алмазики. Не падайте в лаву, пожалуйста. Шикарно, пять алмазов у нас с вами есть. По идее, нам даже хватает на кирку. Ну а для начала с вами сделаем два специальных таких алмаза. Шикарно, благодарю. Совместим теперь с одной палкой и получим какой-то супер навороченный меч. Или нет, что? Ааа, мне ещё нужен драконий стержень, что? А как его сделать, как его добыть? Нееет, я всё понял, нам нужно в ад идти срочно, потому что только там мы с вами добудем этот стержень. Там же драконий фрит, а значит это драконий стержень. О, как всё тяжело, ладно. У нас с вами осталось всё железо, значит то, что ведро у нас уже в кармане. Да и лавы тоже у нас дофига. Поэтому почему бы нам не сделать портал прямо сейчас? Ну вот, всё легко и просто. Оно ещё так идеально развелось. Господи, это самый идеальный портал почти будет сейчас. Главное элитры снять, иначе я сейчас упаду. А, что сейчас было? Я поставил сюда, поставил сюда. Майнкрафт меня сегодня просто удивляет. А, ну какой ролик-то крутой, я в шоке, просто! Всё, я понял, я больше лаву там вставить не буду. Спасибо, я откажусь. О, как всё идеально, у нас ещё одно железо осталось для кремния. Чтобы сделать огнево. Ха-ха, мне летучая мышь помогает, ребят! Ха-ха! Сейчас по воде тяжело перебираться, но она, смотрите, что делает, она поднимает у меня воздух! Она помогает мне построить портал! Слушай, пассивайте летучая мышь, так я не знаю, где ты, я тебя даже не вижу. А, вот она летает! Конечно, портал получился немножко большим, не таким, который я рассчитывал. Но чем больше, тем лучше. Осталось нам найти гравий. Кто-нибудь его здесь видит? И я, если честно, пока что нет. Но если кто-то увидит, прям кричите! На весь дом! Фиксай, там же гравий! Где земля, там и гравий! Нет, где земля, там земля. А, так вот же он! Ребят, что-то вы как-то это не особо кричали, я даже не услышал. Эх, я надеялся, с первого раза нам упадет. Еще и выпал с первого раза! Ну как, со второго? Ну я же поставил только что гравий, поэтому с первого раза почти. Совмещаем все это дело и можем отправляться в ад! Главное, не поднимай меня сейчас, пожалуйста, курочка! Ой, какая курочка? Летучая мышь. Огненные недра! И здесь тоже фиолетовый огонь повсюду! Так, это что-то... Это... Что? Это было странно. Прежде чем мы с вами начнем сражаться со свинозомби, мне бы хотелось узнать то, что они способны. Судя по всему, у них есть эффект скорости, который позволяет им очень быстро передвигаться. Но я быстрее, я скорость, я молния Маквин! А! Я думал, вы не будете на меня нападать, почему, за что? Это ж не я вас атакует, атакует ваша... Это сила какая-то там. Все-таки мне кажется, что мне лучше не использовать данный трезубец в аду, потому что он прорывает все, а там лава повсюду. Тихо. А! Какие вы быстрые! Главное, что упадают частицы. На остальное не важно. О нет, еще и гаст. А я могу его взорвать вообще? Эээ, почему он не взрывается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отправить, подарю! А-ха-ха! Я же немножко занервничал. Отправить отправителю! А, точнее вернуть. Не важно. В любом случае, мы получили с вами частицу гаста, это самое главное. Остался только нам и фрит, и еще и визор. Я надеюсь, что это все-таки не визор-босс, а обычный визор-скелет. Иначе это бутяшка. Итак, надеваем наши драконьи элитры и полетели. Нам нужно найти срочно крепость. Я же долечу? Правильно понимаю? Да, я долечу, все хорошо. Ну же, давай! Как страшно! Интересно, у этого драконьего посоха вообще есть урон, если не нажимать под ногу к мыши и не использовать способность? Тихо-тихо-тихо, драконьи эфриты! Страшно, опасно! На всякий случай не будем ничего взрывать. Отлично, что-то выпало. Осколки эфрита, две штуки. Интересный визор. Так, я вижу, уже осколки выпали, отлично. Надеюсь, смотрите, самые, которые нужны нам. Шикарно. Как раз-таки топор сломался. Хотя я бы не сказал, что это хорошо, это даже очень плохо. Но! О, неоздряя я это сделал. Особенно здесь. Ой-ой-ой, как много бомбов! Вот тут все-таки мне пришлось использовать эту способность. Тихо-тихо-тихо, да я там, кажется, хоть что увидел, пока ничего не сгорело здесь. За кожу выбрасываем. Я вижу стержни, я вижу стержни. Аккуратно. Все забрали. Не-не-не, стержни не взяли. На что, на скольких жителей они нам все равно больше не нужны. Идеально, мы теперь наконец-то можем сделать меч. Хотя нет, не можем, потому что мне не хватает... Ааа, нет! Ах, фух, инвентарь сохранился, слава богу. Так, сын, мне нужен всего лишь один кусочек данной доски. Теперь можем сделать верстак и со спокойной душой доделать наш меч. Драконий стержень, драконий алмаз и получаем драконий меч. Несет в себе силу дракона и делится ей при активации. У него есть 7 урона и... Вау, мы можем кидать снаряды, которые ничего не взрывают. А значит, добыча мова будет очень простой и легкой. Да, с одного выстрела, смотрите. Вот это неплохо. Да ладно, подождите. Осколок гаста, осколок свинозомби и фритовизора. Мы же можем сделать с вами как раз таки драконий тотем. Слушай, сотен драконов заперты внутри тотема и питают силой. Ааа, идеально. И золотое яблоко мы нашли в пирамиде. Я думал, что у нас его нету, я забыл про него. Так, что это, драконий тотем? Нам далось хп. И еще одно хп. И еще одно. Кажись, с каждой секунды у нас будут увеличиваться наши хп до бесконечности. За это время мы можем подготовиться уже походу в край. Ой, прости. Паук. Ока Эндера? С паука Ока Эндера? Что? Пять штук? Чего? Так, а есть Эндермена убить? Он с этим пропадает, не телепортируется. С него упадает обычный глаз. А есть из крипера? Еще? Уже восемь штук. Это потому, что я убиваю драконий мечом, что ли? Почему мне про это никто не сказал? Я бы раньше его сделал. Ну, наконец-то мы уже со скелетом выйти на равных. А, все, его больше нету. О, нету, нету. Только его, только его, только его не взрывайтесь. Ну что, пау-пэ скилли, да? Как тебе такое? У меня теперь бесконечное личное хп. Ну что же, настало время отправляться. Это же кролики. А нам с вами в ту сторону. Чешуницы не смейте спавниться. Что это? Вы это видели? Там был спавнер свинюхи? А что с краем? Ладно, не важно. Пиум-пиум-пиум-пиум-пиум. Ого, даже свет везде зажегся. Залетаем. О, Эндер Дракон. Ну что же, вот и я, вот я здесь Здесь же сейчас будет куча эндерменов, что если я применю трезубец на всех? Мне страшно представить, но я рискну Раз, два, три Офигеть, просто офигеть Их еще не так уж и много здесь Они что, все летят теперь на меня? Нет, 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 только не это Мне кажется, зря я вообще это сделал Тихо, тихо, разливай воду, разливай воду Итак, надеваем наши элитры и мы готовы уничтожать кристаллы Летим Отлично Мне кажется, это будет битва на равный дракон Я теперь дракон Давай постреляем друг в друга Что? Я еще и бессмертный оказывается А чего я боялась тогда? У меня тотем бесконечный, прикиньте Все кристаллы уничтожены, теперь остался только один дракон Проверим урон Хорошечно Что происходит? У меня тотем бессмертный просто с ума сходит Ну буквально за один подход мы снесли половину хп А еще тут стрелочка образовалась А что она указывает? На лайк и подписку что ли? Давай, ну же, чуть-чуть осталось Совсем чуть-чуть Давай, стреляй, фиксай Куда ты улетел, дракон? Вернись Какой эпик Какой эпик Какой эпик Пару выстрелов Раз выстрел Два Три Четыре Пять Ничего не понимаю Но мы убили его Да О, да Как же это круто Я бессмертный Прыгаем Пуль Ох, ну что, друзья Это было офигенно Надеюсь, вам понравился данный ролик А если не так, вам сильно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делитесь этим видео с друзьями А для вас Ставьте лайки Не забывайте смотреть Предыдущие видео Они очень интересные Всем удачи До скорой встречи Пока Увидимся в следующем ролике Пока Пока